28 августа в офисе регионального отделения политической партии «За правду» состоялся брифинг, на котором были подведены итоги деятельности проекта «Экомонитор-62». На нем выступили председатель общественной организации «Дышим чистым» Александр Суфранович и председатель регионального отделения политической партии «За правду» Григорий Парсентьев. Этот проект был создан для того, чтобы рязанцы смогли выразить свое мнение по состоянию воздуха в нашем городе. Я думаю, что тысячи жалоб рязанцев, которые сейчас есть, которые подтверждаются фактами, не могут быть прогонорированы ни властью, ни надзорными органами. Проект «Экомонитор-62» дает возможность увидеть данные по количеству выбросов в атмосферу рязанскими промышленными предприятиями. В рамках брифинга были названы лидеры экологического антирейтинга. Участники мероприятия также озвучили статистику выбросов в атмосферу. Статистика есть. Есть четкое понимание, что самым главным фактором, который делает чистый воздух в Рязани, является северный ветер. То есть как в Донецке северный ветер пришел на его порядок, так и в Рязани северный ветер приходит и очищает воздух в городе. Потому что базово те выбросы, которые осуществляют производственные предприятия при той эрозии ветров юго-юго-восток, особенно когда ветер 1-2 метра в секунду, ну то есть почти штиль, это облако город фактически накрывает. То есть песочня первая страдает по географическим причинам. С учетом того, что один из самых больших спальных районов, количество пострадавших жителей в городе реально получается большое. В ходе мероприятия председатель общественной организации «Дышим чистым» Александр Суфранович и председатель регионального отделения политической партии «За правду» Григорий Парсентьев рассказали о подготовке заявлений в надзорные и контролирующие органы по выявленным фактам загрязнения окружающей среды и природоохранного законодательства. Все данные по выбросам были собраны во многом благодаря проекту «Экомонитор». Также мы благодаря этой площадке установили, что есть ряд каких-то незарегистрированных выбросов и скорее всего это даже незарегистрированные предприятия. И возможно в отношении вот этих выбросов мы будем делать заявление в прокуратуру, в природоохранную прокуратуру об установлении деятельности каких-то незаконных вот этих точек. Для того, чтобы защитить жилые зоны Рязани от загрязнения воздуха, участники проекта «Экомонитор-62» планируют в ближайшем будущем установить в городе интерактивные датчики, которые позволят более тщательно следить за состоянием окружающей среды. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».